Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Апп Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Так, 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 нахуй. Кто тут у нас? А шо, а как, а как тут это, шо? А я в эфире, я уже в эфире, я, нет. Я уже там, а, уже это говорю, да, уже там, а. А, я, я уже забыл, как тут все делается совсем. Это, 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 это инстаграм, да, вот это ваше? Блядь, пиздец, о боже мой, я, кажется, с ума сошел, прикиньте. Я только что понял, я, ну, типа, я зашел и я такой подумал, да, вот это будет органичное начало эфира, если я буду вот так вот, вот, вот говорить вот так, это. Смешно, народ, очень соскучился по вам, спасибо всем, что пришли, сейчас подождем, пока устаканится количество народу, и я буду доносить важную информацию, которой, кстати, я не подготовил. Я раньше, я вот, вот только сейчас, буквально, вот уже когда нажимал выйти в эфир, я такой подумал, так, что же я раньше делал перед прямыми эфирами? Я, значит, постил это в группу ВКонтакте, репостил на страницу, открывал список заготовленных тем и такой, а-а-а, список тем-то я не заготовил в этот раз. Ну, короче, поэтому придется нам с вами как-то отдуваться живым общением, вот. Вот, сейчас, сейчас, я отвечу на все вопросы, на каждый вопрос сегодня отвечу. Если вдруг придется для этого пять часов вести трансляцию, трансляция будет идти пять часов. И важное уточнение, это, конечно же, пиздеж. Это, конечно, полный пиздеж, что я сейчас сказал. Но я постараюсь ответить на все вопросы. Главное, давайте сразу, что там, блядь, на баттлах я не буду участвовать. Новый трек, ну, в этом десятилетии. Ну, на самом деле, скоро. Вот. И что-то еще. Автотюна, автотюна будет до... Блин, мне тут звонят. Очень сильно извиняюсь. Ну, сейчас напишу человеку, который мне звонил, чтобы он мне не звонил. Так, вербально ебаю за то, что он только... Это правильно, это правильно. Блядь, вот как же, вот, надо же, вот, во время прям эфира позвонить. Так, ладно. Всем здорова. Все, короче, как сам. Я охуенно, наконец-то, ну, уже, уже давно, уже я почти месяц, как, уже, ну, ладно. Несколько недель, как все, заебись. Ну, в общем, это. Сейчас все хорошо. Расскажите, как у вас дела? Что у вас тут происходит? Русский рэп, там, вот эта вся хуйня. Ну, что-нибудь. Давайте, давайте. Хочу узнать, как у вас жизнь. Сколько зарабатываешь? Хотелось бы больше зарабатывать, но, но уже очень дохуя. Какой ответ, как тебе? Гена, вопрос. Написание текста хорошего, это талант или как? Я не очень знаю дефиницию слова талант, но я точно знаю, что даже если и какая-то доля врожденного чего-то здесь должна быть, если вдруг это существует. Я не разбирался в этой теме. По большей части это, конечно, все-таки, ну, некоторое стечение обстоятельств из детства. То есть, как там, ну, как получилось ли привить какую-то аналитическую тебе, творческую какую-то нотку у родителей, там, или у тебя, кто воспитывал, или, может, это случайно произошло. Потому что, как известно, чем раньше событие происходит с тобой в жизни, тем оно сильнее потом влияет на всю твою жизнь. И очень большое количество практики, ну, анализа, вот, этого понимания, чего там происходит и все такое. Вот. Вливаются друг в друга, а, впиваются друг в друга, я долбаю. Кстати, вот, отлично. Отличная подводка к теме концерта, спасибо. Впиваются друг в друга, начало и конец, как не идти по кругу в этом городе колец. Те, кто помнит этот тизер, трека, который однажды выйдет, могут вспомнить еще, что в Питере и в Москве в эти выходные уже, я сам охуелся, такой уже сейчас, концерты в Санкт-Петербурге и в Москве. В Санкт-Петербурге 15-го числа, то есть, соответственно, это в пятницу будет в клубе «Виновница», а в городе Москва, соответственно, в клубе «Москва» 16-го, то есть в субботу, концерты. И у нас в группе, ну, у нас, у меня, у нас, у меня и, а, я же один рекиев, я забыл, проходит конкурс, там можно, и вот у него сейчас последний день. Если кому интересно попробовать выиграть возможность пройти в гримерку и со мной там попиздеть, я не знаю, о чем, если вам вдруг, ну, охуенно интересно, спросите у меня. Гена, почему ты проголосовал за Микси? И поебало получить в ответ. Вы можете поучаствовать в этом конкурсе. Он 23-го января, вот пост, пост от 23-го января. Там, там разыгрываются VIP-билеты, обычные билеты, эксклюзивные футболки, которых будет вот всего там по паре штук на город и больше не будет существовать, в принципе. И возможность вот войти, пойти в гримерку со мной попиздеть. Гена, ты охуел, там хули тура нет. А вы знаете, я, короче, это, решил не ехать в тур. Не знаю, ну, просто я уже не раз-то говорил, что, ну, вот есть вот эта тема, что артист обязан два раза в году ездить в тур весной и осенью, потому что, ну, потому что. А я вот немножко ебал эту тему, ну, по той причине, что мне кажется, что один тур в году, это достаточно. Ну, возможно, я когда-то захочу три тура в году сделать, но вот сейчас я езжу раз в год, и я такой, я с кайфом это делаю. Ну, я прям успеваю соскучиться, пиздец по этой теме. Я прямо выкладываюсь на каждом концерт. Ну, те, кто был на F1 тур в сентябре, в октябре, ну, не дадут спиздеть, что каждый концерт, он выложил, я выкладываюсь на максимум. Именно поэтому я не делаю дохуя городов в туре, чтобы последние города не делать, не отъебись. Именно поэтому я не делаю два тура в году, потому что, к счастью, пока что нет необходимости финансовой два раза в году ездить, чтобы вот, чтоб пиздец без этого не выжить. Вот, и я хочу каждый концерт от души делать, очень честно. Поэтому я весной не поеду в тур, и, ну, вообще, может быть, может быть, в этом году вообще не будет тура, потому что мы сейчас пишем новое музло, как обычно. Конечно, но я просто подумал, может быть, в этом году просто клипов поснимать. Ну, в прошлом году не было ни одного клипа, в позапрошлом году один был или два. Ну, в общем, я решил, что у меня, в общем, проснулось какое-то желание именно к визуальному воплощению своих амбиций каких-то творческих. И, возможно, будет упор чисто на контент в этом году и всякие другие прикольные штуки, но, возможно, тура вообще не будет. Но это посмотрим. Очень сильно зависит от того, что будет дальше происходить в моей голове. Это хуево, в общем, знать. Но обещать ничего не буду. Вот. Кому гастратишь сейчас? Да вот всем, всем. И, если кому-то интересно, что никто, кроме меня, сам себе тексты не пишет. Ну, точнее, как, я пишу всем остальным, а мне пишет алфавит, как известно. Вот. Это шутка, это шутка. Как продвигаться молодым рэперам? Интересно твое мнение услышать. Я не знаю. Вот мое мнение. Очень ждем клипов. Маловато пока. Да, мне тоже так показалось, я понял, ебать. У меня, по сути, таких клипов, за которые не стыдно, два получается. Ну, и я решил, что это срочно нужно исправлять. Ставьте плюс, если... А, нет, нет, нахуй плюс. Нахуй это дерьмо. Напишите лучше трек, на который вы бы хотели клип после клипа на FuckCash. И вот, и мы потихоньку подходим. Да, 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 очень плавно. Подходим к теме клипа на FuckCash, который мы сняли где-то вот в конце января, в начале февраля. Все это время монтировали, цветкорили. И вот сейчас осталось немножечко, и, ну, завтра, послезавтра он появится в сети. Я очень надеюсь, что завтра, просто я такой, ну, скажу завтра, а там произойдет какая-то хуйня, и тролливали, и поэтому. Но, скорее завтра, но, может быть, и послезавтра. Вот. Клип на FuckCash. Это очень получился для меня нестандартный клип. На самом деле, легко догадаться, по какой причине. Вот. Он не похож на то, что было до этого, и мне это очень нравится. То есть, я с кайфом вообще подготовился к съемкам, мы с кайфом снимали, и мне очень нравится результат. Вот. Я надеюсь, что вам тоже очень сильно понравится. Вот. Так что, очень надеюсь, что завтра днем он выйдет. Вот. Второе солнце давайте. Да я уже не знаю, что на второе солнце. Я придумал в какой-то момент такой охуенный клип в голове своей. Потом посчитал, сколько это будет стоить, чтобы его снять. И подумал, ну, ладно. Нет так нет. Вот. Короче, очень надеюсь на вашу поддержку с клипом. Завтра было бы охуенно, потому что я давно молчал, ничего не выпускал, и немножко переживаю за то, как вообще будет принят материал. Поэтому, кому понравится, не поленитесь, пожалуйста, завтра репостнуть клип, рассказать друзьям о нем, показать. Ну, если, конечно, вам вкатят. Если не вкатят, пишите. Блядь, лучше бы на не славных парней сняли там. Трек никому не понравился, но, блядь, лучше бы сняли на него. Ладно, это я уже загоняю. В общем, если понравится клип, буду очень благодарен за помощь распространения. И прям пиздец. Если просто кнопочку нажать репост, и вообще, вот вы мой брат сразу. ИКФ, где Ф, это... Я не знаю. Кофту наизнанку, что ли, одел? Правильно, надел. Наизнанку ты, блядь, надел походы в школу. Точнее, ну, когда прогулял, соответственно. Ладно, не всем шуткам быть хорошим. Я давно, давно не практиковался. Так, у Икс Ви альбом Пушка Гонка. Очень хорошее. Блядь, боже мой, мы все идем по нужным темам прям. Блин, вот давайте так. Очень важная тема, самая важная тема сегодняшнего эфира. То, что у Икс Винера вышел альбом. Это пиздец. Я такой думаю, блин, когда альбом Икс Винера? Ни слуха, ни духа. И он сегодня вышел. Ну, на самом деле, я, конечно, знал, что он сегодня выйдет. Давайте я вам повключаю. Немножко повключаю оттуда музла. И вы потом такие, а, ну это охуенный альбом. Пиздец. Лучшее, что я слышал за последнее время. Пойду, почекаю, вступлю, подпишусь к нему в группу. Там альбом репост. Ну, вот это все. Ну, давайте просто. Вы думаете, что я пиздобал. Вы думаете, я включу, а там дерьмо. Что там пердешь только будет. Нет, нет, абсолютно не так. Это пиздец, конечно. Спасибо большое. Это был очень хороший момент единения. И давайте еще какой-нибудь. Вот эту такую. Короче, вот. Это альбом Экс Виннера. Он есть у меня на странице ВКонтакте. Надеюсь, вы его зачекаете. Вот. Давно хотел потусоваться в своем инстаграме. Под какую-нибудь музыку. Пооткрывать труд. Всегда было интересно, зачем люди это делают. На самом деле, охуенно. Слушай, я в этом году летом уезжаю навсегда. Блядь. Ужасно. Приедешь во Владивосток разъебывать. Нет, я же уже сказал, что, возможно, тура вообще не будет в этом году. Но очень странно. Уезжаю навсегда. Блядь. Ну, если ты хочешь что-то с собой сделать, лучше не надо. Суицид-то очень плохо. Так. Я Багира сейчас. Блядь. Короче, есть, в общем, плохая новость. Багира больше со мной не живет. Вот. Она, к сожалению, жива до сих пор. Но она больше не у меня дома. И, ну, это грустно. Потому что я теперь один совсем остался. Но, в общем, так получилось. Так получилось. Я не буду говорить из-за кого, потому что вы возненавидите Хэва тогда. Вот. Но пришлось, в общем, Багиру это отдать. На время. На время. Она вернется ко мне спустя какое-то, ну, спустя какое-то количество месяцев. Когда мы, наконец-то, обустроим себе рабочее место. Где-то, кроме моего дома. Но пока что дела так обстоят. Вот. Неславные парни топ. Да я знаю. В смысле. Я бы не выпустил трек, если бы, по моему мнению, он не был бы прикольным. Вот. Кошечка уже была. Да не было. Да что ты, блин? Ты вообще слушаешь? Нет. Ты тупой? Дебил, блядь. Дебил. Пошел вон отсюда. Дебил, блядь. Пять минут нахуй распинаюсь. Сука. Прикольно. Надо показать, это психотерапевту будет в четверг. Футуризм будет концепцией next песен или что-то новое стоит ждать в плане концепции. Блин, плохой вопрос. Давай, попробуй переформулировать, и я попробую на него ответить. Кто у тебя за кадром? Вечно глаза отводишь. На самом деле, никого. Я бы показал вам, что тут за кадром, но у меня просто, ну, как водится, бардак. Вот везде, кроме вот этого отсека. Вот отсюда досюда, вот досюда. Все. Тут убрана охуенно стена. Я, блядь, пизде... Тут вот дальше, что лучше вам, блядь, не знать. Как будто я, ну, с мамой по скайпу говорю. Правда, я ни разу в жизни с мамой не говорил по скайпу, но... Все-таки. Вот. Когда трек выйдет или вышел? Если про то, что я только что показывал, это альбом Игоря Иксвинера, который уже вышел. У него в группе ВКонтакте можно послушать, и у меня на странице. А в группу я себе не репостнул, потому что я, сука, ебаная, и предал своего брата. Игноришь вопросы, ставлю диз. Во-первых, диз здесь нельзя поставить? Это я еще не забыл. Тут еще нет дизлайков. А во-вторых, если б можно было бы, я бы тебе посоветовал этот дизлайк себе в очко засунуть. Но без обид, без обид. Вот. Ген, у тебя раз двадцатый про Тиму Белорусских спрашивают. Ты спецом игноришь? А я не знаю, что сказать про Тиму Белорусскую. Охуенное ему зло. Ну, мне нравится. Достаточно хитово, и достаточно понятно, в какую аудиторию это бьет. Ну, прикольно. Я не то чтобы прям, ну, такой, слушаю, хожу пульс. Как и, в принципе, очень мало чего русского прям слушаю. Вот так вот хожу по улице. Вообще, блядь, зимой по улице ходить долбойбизом. Вот. А дома слушаю пи***ц. Нет. У меня в плеере нет его, но я, мне нравятся вот эти два, которые топ трека. И я послушал релиз. Тоже есть хитовые, но мне показалось, показалось. Я, если, блядь, не кидайте камнями, если я не прав, но мне показалось, что, ну, сведено немножко на скорую руку. Ну, баланс, там, капы что-то вылазят, местами, блядь, шкалят высокие. Ну, что-то, или, ну, какие-то там шкалили, короче. В общем, чуть-чуть мне не понравился звук на альбоме. Вот. Как будто бы немного не доделано. Вот посидеть бы еще, еще недельку, а то вот. Так. У тебя есть плеер? Игрок, я сам, я сам игрок, я плеер. Бля, пжи, напиши текст. 250 кусков, и я тебе напишу текст без проблем. Гоноконцерт Джонни Боя. А где, а когда поехали? Концерт Джонни Боя, блядь, как нехуй. Вот. Гена, Физ Бамбл Бизи, когда выйдет, записали же уже давно. Бля, вот такая постановка вопроса. Мы однажды были с тем самым Колей, если вы помните кто-нибудь такого, вот, он, кстати, у гостя ко мне приезжал. Были в какой-то забегаловке лет 8 назад, вот. И мы там что-то кушали, и там была надпись. Спасибо, что убрали за собой. И Коля говорит, но мы же даже, блядь, не собирались. Мы же даже не собирались, как мы попали в такую западню, чувак, как так получилось? Вот то же самое, вот этот вопрос очень меня обескуражил. Обескуражил, блядь. Новое слово в нашем лексиконе с вами. Ебать, я как будто дед 77-летний. Обескуражил. Обескуражил. А, блин, забавно. Вот задумывались над этимологией этого слова, чтобы был кураж, а что-то тебя лишило этого куража. Обескуражил. Понятно теперь, охуенно. Ген, слушай, когда запуск в Москве будет? Напоминаю, что концерты 15-го и 16-го этого, блядь, месяца, какой он там сейчас, февраль, в Питере и в Москве. Билеты можно купить в группе у меня там, где-то. Ну, найдите, короче. У нас там пиздец, блядь, не работала покупка билетов два месяца, как оказалось по итогу. Но, в общем, блядь, найдите, приходите на концерты, будет разъеб, будут новые треки. Вот этот, ну, вы поняли, короче. Те, что я тизерил, два точно будут все. Гена, когда сорок исполнится, что делать будешь? Я надеюсь, я сдохну до того времени. Покажи отрывок из клипа. Блядь. Показать или не показать отрывок из клипа, как думаете, пацаны? Давайте, 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 самое начало покажу. А мне-то хули, это же мой клип. Я тут вспомнил, я же могу делать, что я, собственно, хочу. Так. Тук-тук-тук-тук. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здрасте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ага, 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 ага. Все позначит этот, блядь. Лодорь ебаный пишет. Не надо, не показывай. Это вот, это вот, это вот он. Из-за него, вот видите, брикспейсер? Из-за него так долго клип выходит. На самом деле, неделя, это пиздец, как быстро. Никто так быстро клип не выпускает, но... Бля, пиздец, сейчас затизерю тему ебать. Короче, качество будет ебанное, потому что я буду с Яндекс.Диска включать, но все-таки. Смотрите, что есть. Так. Все, хватит. Дохуя я так уже лишнего показал. Самый смешной момент показал уже, блядь. Ты что материшься? Я не матерюсь. Если есть пруфы, давай, давай. Если нет пруфов, иди нахуй. Когда выложишь? Говорю, постараюсь завтра выложить. Вот. Ой. А, ого, крутой клип. Спасибо большое, спасибо большое, Степа. Вот, такие дела. Опять же, еще раз прошу вас очень сильно поддержать, когда выйдет этот клип. Въебали денег, блядь. Как-то вот всегда вот эта вот тема. Знаете, ну, снимаешь клипы. Ну, бывает же, у вас мало такого, что вы снимаете клип и тратите в итоге в три раза больше денег, чем планировали. И такие, блядь, а я же решил не продавать рекламу банку, потому что я принципиальный до пизды. На самом деле, кому, если кому вдруг интересна моя позиция насчет рекламы, я считаю, что реклама, это охуенно. Если она сделана клево, и если тот, кто тебе советует какой-то продукт посредством рекламы, в нем искренне уверен. Вот. Поэтому я бы с кайфом порекламировал Альфа-банк. Кстати, бля, Альфа-банк. Эй, Альфа, если ты смотришь меня, давайте что-нибудь замутим. Потому что все и так уже думают, что я в треке Ультрамод прорекламировал Альфа-банк. А это неправда. Вот. Так. Гена, во сколько будет релиз? Один? 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 Очень много единичек. Привет, Рики Биф. Салют. Музло новое скоро. Ну, в общем, в очередной раз я прохожу через момент осознания, что я какое-то дерьмо написал местами. Вот. Ну, пишем. Если честно, блядь. Ну, вот если бы нужно было выпустить просто что-то, я бы сегодня мог релиз выпустить. Вот ничего, ничего больше не делать и такой выпустить. Но, вы знаете, вот это вот дерьмо, желание делать нормальную музыку всегда мешает. Голосходку в Ташкенте. Хорошо. Когда Аркхам? Ну, вы же знаете ответ. Как тебе фильм Биф? Ох, блядь! Ох, блядь! Я же теперь кинозвезда. Я совсем забыл. Я-то думаю, что не так? Что поменялось в моей жизни? Почему, блин? Почему на меня подписала Скарлетт Йоханссон? А я же, я же снялся в фильме Биф на больших экранах русский хип-хоп Биф. Меня, если что, 7 секунд, если кто не знал. Ебать. Ну, я там разъебал. Я там говорю... Ну, я, в общем, я пытался успеть снять себя, и поэтому я прослушал, что я там говорю. Реально. Ну, но я как бы там по-любому что-то прям мудрое. Где купить свитшот? А мерч весь раз купили. А новый я уже, говорю, три коллекции забраковал, потому что мне не нравилось. Но постараюсь сделать тоже в ближайшее время. Ну, как вы знаете, это нихуя не значит. Я постараюсь. Прям вот, прям сейчас. Уже постарался. Уже выполнил свое обещание. Я постарался. Не получилось. Нравится Скарлор? Да, очень нравится. Мы же ему помогали на афише отгадывать треки. Как тебе дис Слава последний? Я не знаю, какой из дисов Слава был последний. Вот. Ну, с тех пор, как был дис на меня, уже лучше ничего не было. Я, правда, до сих пор... А, нет, ладно, один раз смотрел. Слушай, ты будешь в этом году сходки в Москве? Посмотрим, посмотрим. Не знаю, весной и летом бывает такое настроение, что такое, да, блядь, погнали. Ну, просто вот была один раз спонтанная, ну, сходка, конечно, слово, оно какое-то тюремное. Нет такого, что... Бля, сходка в Москве, ёпта. Ну, такого же не так, да, в тюрьме разговаривать? Не знаю, не был в тюрьме, слава тебе, блядь, господи. Шел что-то, шел такой, думаю, да, давайте замутим, и что-то сделал сториз, и говорю, давайте через час здесь. И приехало, приехало очень комфортное количество человек. Было человек 40, и, ну, можно было со всеми пообщаться, что-то там пофоткаться, при этом не было толкучки, не было того, что кто-то остался обделен. Ну, и это вообще, пиздец, меня очень зарядило тогда энергией. Поэтому, может быть, такое что-то будет. Или в... Может быть, даже в Питере будет, если я в Питере буду, а я часто бываю по работе. Если вы слышите что-то мудрое в Бифе, это гена. Да, я многостратил фильм Биф. Рики, отрывок трека Год. Не, я у меня уже, я понял, я тут уже трека 4, наверное, отрывки показывал, которые до сих пор не вышли. И не факт еще, что все они выйдут. Поэтому, я думаю, пока, пока схватят с отрывками, пока хватит. Подождите, подождите. Будет, ну, в этом месяце, как там это говорят? Ебало, ебало оборвется у вас, скотча готовьте. Блять, боже мой. Мне же 16, вот так чисто на вскидку и по поведению, если не смотреть на лицо. Заебал, скажи домашку по алгебре. Уже 15 раз говорили, 15 параграф, ёпта. Номера 17.6, 17.7 и 17.9. И можно дополнительно, если ты сука, которая любит выебываться на уроках и показывать свое превосходство, потому что тебя родители недолюбили, блять, у тебя проблемы психологические, то еще 17.10. Ну. Какой жанр фильмов нравится больше? Ну, чем более долбоебский фильм, тем мне больше нравится. Я славлюсь, это моя знаменитая черта, что я в кино, я на все, что угодно могу ходить. Абсолютно на все, что угодно, кроме ебучих ужастиков. Все, кому нравятся ужастики, вы нездоровые люди, клянусь вам. Вот. Иди убейся. Бля, вот. Было бы круто, конечно, убиться. После такого, иди убейся и реально застрелиться. И чувак такой, блядь, 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 блядь. Так, если... Давайте найдем его. Если вдруг я умру в ближайшее время, вините чувака с ником Ислам. Ой, ой, ой. Я передумал. Я передумал. Токсичный Генрики. Я не токсичный. Бля, я вот стал этим одним из тех, кто такой, идите все нахуй. Нет, я добрый. Всех люблю. Я всех вас люблю. Спортсмены наши главные враги. Но это прикол был, это прикол был. На самом деле, спорт это круто. Блин, следить за своим здоровьем, это заебись. Если вдруг вы хотите прожить долгую скучную жизнь, это прям ваше. Блядь, боже мой. Я извиняюсь сразу перед всеми, кого я обидел. Это приколы, это шутки. Спорт на самом деле, заебись. Обожаю твои треки. Спасибо большое, спасибо большое. Казахстан! Так, как говорится, за отсос любой вопрос. Привет, привет. Че, пацаны, я вот вроде бы все, что хотел сказать, сказал. Если есть еще что-то, что вы хотите спросить, вот сейчас самое время. Ты базаришь с телефоном в курсе? Нет, ты не понимаешь. Ой, блядь, ты тупой. Это приложение такое специальное, что ты заходишь, тут люди тебе пишут. Ты можешь ответить на это? И они, им в ответ передается то, что я говорю. Видеоизображение, какая-то картинка. Вот аудиопоток идет. Да я кому объясняю вообще? Какой трек записывал перед тем, как выйти в магазин? Fuck cash. Какой-то тоже с флеш-форварда. Наверное, ультрамод как раз я и записывал. Час переносицы. Да я сломал ее как-то лет 7 назад. Вот и все. Почему только пацаны? Ну, в смысле? Ну, потому что... Потому что, наверное, я сексист. Внутри где-то себе вот только еще. Раскопал сейчас. Блин, реально, можно как сеанс у психолога проводить трансляцию. Почему только пацаны? И такой думаешь, почему я всех людей называю пацаны? И сначала начинаешь себя оправдывать, потому что, ну, известно там, что 70% аудитории это пацаны. То есть, сильное большинство. Две трети. Вот. А потом такой... Ну, а если честно себе признаться, наверное, ты просто сексист, да, Генка? Сексизм это плохо. Алфи стал бомжом в клипе после сотрудничества с Рикки. Нет, это и было сотрудничество с Рикки. Как пришла идея написать человеку? Как по мне лучше тот трек? Мне тоже нравится идея, ну, как-то была эмоция, и я такой, надо написать эту песню. Слушаешь, Гонфлада? Я к нему хорошо отношусь. Опять же, зло прикольное, но слушать я не слушаю. Но я говорю, очень мало исполнителей российских, которых я такой, слушаю прям. Наверное, два. Вот в данный момент, в период жизни. Это, наверное... Ну, да, два. Лок Док и Макс Корр. Больше я, ну... Ну, и все новое я чекаю. Вот мне, кстати, Матранган понравился альбом. Я послушал как-то разом три альбома. Тима Белорусских, Фейса и Матранга. Мне больше всего Матранг понравился из них. Стильное ему зло. Хотелось бы, ну, как будто бы, чтобы там какой-нибудь хит был. Вот, ну... Я понимаю, что это, ну, его какая-то задумка. Ну, вот все слушаешь и хочешь... Ну, вот давай сейчас какой-нибудь, ну, чтобы заедал. Ну, что-то не заело ничего. Но в целом, очень мне понравился вайб. И именно вот звук тут, в отличие от им белорусских, прям заебовый. Так. Ген, будешь на студии 21 записывать лайв? Вообще хотел. Вообще хотел. Хорошо, что напомню, надо сконнектиться с ними. Я бы сделал. Потому что, ну, с релиза, который я сейчас готовлю, есть пару треков, которые лайвом я бы прикольно, мне кажется, мог исполнить. А как же ТСК? Ты же его всего прослушал. Ну, я же говорю про данный период жизни. Я не говорю, что я никогда в жизни не слушал в плеере русских исполнителей. Слушал. Ну, тот самый Коля, один из лучших текстовиков в русском рэпе на определенный период был. Может быть, и сейчас есть. Просто сейчас он не так, чтобы много чего-то пишет. Вот. А вот говорю сейчас, вот слушаю из русского только Коржа и Лавдога. Слушал уже Меланхолию Драйв. Нет, кстати, блядь. Надо отправить запрос. Сколько планируешь просмотров на факт кэш набрать? К великому моему счастью, я научился в какой-то момент не планировать такие тупые вещи. Ну, чем больше, тем лучше. Это раз. А два, ну, нет такого, что я планирую. Блин. Вот было бы прикольно набрать столько-то там просмотров. Ну, сколько будет, столько будет. Это как бы вещи, которые, ну, после выхода материала уже только от вас зависят. И я очень буду, опять же, благодарен, если вы репостнете. Но я как бы, ну, такой, я выложил клип. Я очень старался над треком в свое время и вот над клипом, и с командой. И я такой, ну, я все, что от меня зависело, я сделал. Вот. Посмотри мой кавер на ютубе на тебя. Кинь куда-нибудь в личку, я постараюсь посмотреть. Так. GoFit Spiro. Посмотрим. Что, когда выйдешь, третья часть алгоритмов любви. Это что? Ты смотришь Алексея Шевцова и Тпедию. Нет, не смотрю. Хотя, да хуя, что на ютубе, конечно, смотрю. Блядь, мы в какой-то момент с Хевом заболели болезнью ютуба. Это, ну, когда он тебе начинает говно какое-то подкидывать в рекомендации просто тоннами. И, да, на, посмотри, пожалуйста, распаковку блендера на итальянском языке. А потом еще сто. И ты такой, давай. Гена, привет. Будет еще что-нибудь в духе молчи со мной? Вот в духе, это, конечно, уже гораздо более прикольная формулировка. А то вот, типа как Free Fall. Не могу, просто всегда, когда говорят, давай трек как Fatum, давай трек как Tutti Frutti. Это что, блин, такой же трек написать? Нет, блядь, такого никогда не будет. В духе, вот, что-то похожее по вайбу, вот, давай такую формулируем. Будет ли, если вам хочется до меня доебаться и спросить, ну, сформулировать вопрос так? Йоу, Гендос, я выполняю в наших с тобой отношениях роль потребителя. И мне не очень важно и не очень хочется понимать, как у тебя в голове устроено понимание твоего творчества. И я просто отправляю тебе запрос на создание песни. Можешь, пожалуйста, сделать что-то по вайбу, напоминающее вот этот трек. Вот это, вот это, вот это запрос. А когда, блядь, сделать трек как что-то, я просто реально не понимаю, что это значит нахуй. Что, блядь? Вот этот же бит, этот же текст, значит, есть же уже такой трек. Го батл с шумом. Блин, я кому-то уже в личке отвечал, я прям, я прям хотел батлиться с шумом в один момент. И он мне так понравился, как он там на 140 BPM, типа, делал. И мы стояли, был какой-то этап фрешблата, ну, собственно, который я судил. Вот, и он там за кого-то болел. И я к нему подошел, и я говорю, блин, а ну, а что, давай забатлимся под биты. И он, я вам кляну, это, ну, это, конечно, блядь, будет выглядеть, будто я сейчас пищу. Но он прям такой, а-а-а, вот так сделал, заплакал и убежал. И я такой, блядь, чувак, ну, что, я, ну, нет так нет. Вот, так все было. Шум, шум, респект. Шум, на самом деле, охуенно батлиться, мне очень нравится. А батлиться я просто не хочу, на самом деле. Вот. Так, можешь сделать трек по вайбу, похожий на ультрамод? Вот. Могу. Вот, вот, вот это диалог. Могу. Но это не потому, что ты попросил, потому что я бы и сам хотел. Но, но это похоже на диалог. Давай выпускай трек «Занос в унисон» и вечер за... Блядь, сложный юмор что-то какой-то пропустил. Опять мем. Будут ли фиты на альбоме? Ну, у меня будет сейчас не альбом АЕПИ, а альбом будет потом, когда-то. И на альбоме будут фиты, а на АЕПИХе, наверное, не будет. Не знаю, посмотрим. Так, будет ли мерч на концерте в Москве? Нет. Ну, я отвечал про мерч уже. Так. Во сколько выйдет крик? Постараюсь часов в пять-шесть дропнуть завтра или послезавтра. Покажи что-то из мерча. Да вы че? Когда ЕМИХа? Не знаю, что за ЕМИХа. Го фит за маем. У меня есть уже фит за маем. Есть такая тема, что, ну... Как же объяснить? Ну, вот бывает такое, что ты ни разу не был за границей, к примеру. Или ни разу не пробовал какое-то очень вкусное блюдо. И ты летишь там первый раз или пробуешь. И такой, ебать, это разрыв моего мозга. Это пиздец. Боже мой, это божественное блаженство. Я не думал, что столько эндорфина может поместиться в моем жирном теле. Но второй раз ты уже летишь за границу. Ты такой, блин, охуенно. Но того же не испытываешь. Это как в детский лагерь, в тот же самый поехать второй раз. И я боюсь просто, что, ну, второй фит за маем, ну, это не то, что нужно мне как, ну, как личности. Потому что я один раз испытал это блаженство. И я такой, остановимся на этом. Я достаточно взрослый и опытен, чтобы понять, когда нужно остановиться. Так, как там слава поживает? Я, если честно, не ебу. Но надеюсь, что хорошо. Так, ладно. Чао, удачи с треками. Ну, ладно, давай. Ну, давай, блядь, ну и пиздуй. Пиздуй, давай, давай. Че ты сидишь, смотришь до сих пор? Давай, блядь, туда, туда, нахуй. Давай, чао, чао, ёпта. Помню, как в Казани записывали пригласный концерт для группы. Ну, стойку и стойку. Здорово, блядь. И очень нам с Хэмом показалось смешным поздороваться. Типа, чак-чак, Казань. И в конце сказать еще, чак-чао. Блядь, до сих пор кажется очень смешным, если честно. Хули я не сплю, а смотрю это, господи. Прикинь, вот было смешно, если бы тебе, ну, Господь, Бог реально бы ответил на этот вопрос. Единственный раз в жизни у каждого есть один там вопрос. И он такой, ну, просто ты включил Инстаграм и не выключил до сих пор, потому что ты предпочитаешь утоление каких-то своих сиюминутных потребностей, даже не очень важных, важнее, чем даже то, что произойдет с тобой завтра утром. И не можешь смотреть наперед. И если бы ты был ребенком, над которым проводят эксперимент, и которого на 20 минут в комнате оставляют с зефиркой и обещают, что если он дождется возвращения экспериментатора, то ему дадут вторую зефирку, ты бы съел эту зефирку. Вот почему ты сейчас смотришь. И ты такой, Господь, а как мне сделать, чтобы у меня получилось воплотить свою мечту в жизни? И он такой, ну, один вопрос в одни руки. И ты такой, блять, блять. Не надо было трансляцию смотреть. Я помню, как рыдал, когда прослушал Five. Это было охуенно. А еще ты говорил, что Limbo на отъебисье сделано. Это один из лучших треков, хотя все твои в плеере охуенный вайп. Во-первых, спасибо большое. Реально большое спасибо, потому что, ну, я по ним, ну, я уже сто раз говорил, но когда музыка может вызывать такие эмоции, это, ну, это просто пиздец. Я, это, то, ради чего все это делается. Большое, большое спасибо. Лимбо на отъебись сделано, не помню я такое, чтобы я такое говорил, потому что, ну, Лимбо не на отъебись сделано, но, но и не сказать, что мы с ним над ним карпели, как сейчас карпим над треками. Рекиев, где Ф, это фиговый игнор вопросов про концерт. А что еще за вопросы, блять, у вас остались? 15 февраля, Клуб Виновница, Санкт-Петербург. 16 февраля, Москва, Клуб Москва, Москва. Вот, когда стрим, так вот сейчас. Напиши мне трек, бро, 350 косарей и как мне охуеть делать. Как относишься к пездам с факакками? С факаками, что? А, с фанакками, боже мой, наверное, ты имел в виду. Что в каждом посте пишут что-то вроде... Короче, охуенно я отношусь к фанаккаунту, я очень, ну, не могу довести до конца твой вопрос, потому что он ушел, потому что... И вообще мне похуй на твой пиздеж. Нечего наебываться до моих фанаккаунтов. Объясняю, в чем... Ну, мне вот вся эта история с фанаккаунтами, с фанфиками, со всем этим сообществом... Мне она не близка, ну, я не могу на себя это спровоцировать, но и не должен вроде бы как. Мне 24 года, я чувак. Не, ну... Но у меня нет такого, что у меня вообще, ну, хоть какое-то отторжение это вызывает. Я в этом всем, ну, помимо того, что там, как бы, происходит во что, я не вникаю, потому что это не мое. Но я вижу, ну, большое желание поддержать исполнителя, выразить ему какой-то респект и, ну, показать, что для тебя это что-то большее, чем просто музыка в плеере. И, ну, это очень охуенно. Вот. Так. Саламу алейкум. Твои истину. Так. Оба-на. Геннадий Горин в телефон. Аж, аж, блядь, я разучился, к сожалению. Холодильники. Ну, вот как-то так там было. На что ты тратишь время каждый день? На написание музла. И сейчас так вышло. Ну, очень много пишу себе и много мы делаем музыки на заказ. И, по сути, все мое, как бы, время уходит на то, чтобы писать, с Игорем писать биты, писать тексты, записываться на студии и вот это все. Ну, а если про хобби, то, опять же, ебаного Игоря. Я в Фортнайт играю 9 месяцев уже или сколько. И только начало получаться вот позавчера. Ну, так люблю очень гулять просто по Москве. Скоро тепло будет? Ох, ох, ебать. Я всю Москву пешком обойду, как обычно весной. Есть комплексы? Я думаю, что, да, мне кажется, у всех есть комплексы. Через какую прогу биты делаешь? Хип-хоп и G4, но недавно перешел на хип-хоп и G5. Реал или Барса? Натуральный секс. Я выбираю, я выбираю натуральный секс. Есть какой-то подарок от фанатов, который тебе очень понравился? Блин. Есть. Отсосали как-то? Я хотел показать картину очень-очень красивой, но я просто не хочу туда идти, потому что тут бардак, вот прям тут. А как-то оставить телефон не совсем красиво. Ну, в общем, были, да. О, цветы мне один раз подарили, блядь, а предупредили перед этим, потом подарили, и все равно волшебно было. Рэп или диван? Наверное, рэп. Замути стрим по Фортнайту. Да мы хотели, мы хотели. Блядь, да и что-то потом такие, ну нахуй его. Конечно, вот эта фраза, ее можно вырезать, и вот когда я умру, можно мне на надгробие написать. Он жил, у него было немного правил, но единственное, которое было, звучало так. Да мы хотели, да что-то хотели, а потом такие, да ну нахуй его. Так, город или деревня? Город. Блядь, буду тупо сейчас отвечать на вопросы. Ой, мне, кстати, пора. Давайте еще 10 вопросов каких-нибудь и это. Хорош болтать, когда в Оренбро? Орео, правильно, Орео. Ну, что-то Орео разнотравилось в последнее время, так что я не знаю. Грязный Рамирос хочет с тобой батл. Что думаешь? Я не хочу батлиться, и с Грязным Рамиросом в том числе. Я бы с Грязным Рамиросом, может быть, трек лучше сделал, но насколько мне известно, ему это, скорее всего, не интересно. Вот. Какой тебе больше стиль рэпа нравится, когда читаешь? Можно будет селфи на випке в СПБ? По-моему, все вип-билеты предполагают и так фотографию после концерта. Где взять футболку, пожалуйста, от соси? Это мерч сквозь баб, это Марат, во-первых, это самый смешной и перспективный фрешмен сейчас, во-вторых, это мой давний-недавний товарищ, который делал обложки к трекам «Мертвые президенты» и вот ко всему, что в тот период выходило. Сори, что у тебя на концерте на сцену вылез ФИКБ. Бля, иди нахуй! Жесть! Там и так пиздец было и... Ой, ладно. Ладно, я тебя прощаю, я тебя прощаю. Если ты действительно искренне при мной извиняешься, если это правда ты, я тебя прощаю. Иди нахуй, но я тебя прощаю. Ну, это бы уже по-доброму сейчас было. На самом деле, ну, отпустил, отпустил вот эти злые комочки внутри себя. Что у тебя были за проблемы, о которых ты писал? Я и тогда, ну, не мог рассказать более подробно. И сейчас не могу и не хочу. Но, в общем, все в итоге... Ой, перочи, давайте про что-нибудь другое. Так. Где альбом? На гнойного похож. Вот это, конечно, странно. На концерте Казань было очень жарко. С меня блузку стянули в толпе, бля. Блядь, хороший, очень хороший, эротичный комментарий. Побольше таких пишите. Рики, спасибо за творчество. Твои песни смотивировали заняться музыкой. Я надеюсь, что у тебя все получится. Я надеюсь, что у вас у всех все получится, кстати. Я не желаю, чтобы у всех в мире все получилось, потому что тогда система ценностей немножко поменяется. И уже получится, что у ни у кого ничего не получилось в среднем. Но вот у вас, у этих нескольких сотен людей, которые сейчас здесь со мной, я надеюсь, что то, о чем вы мечтаете, я надеюсь, что вы о чем-то мечтаете и какие-то цели себе ставите в голове, все получится. Когда зашкварные истории с тобой? Да, блядь, никогда, походу. Надеюсь, сейчас у тебя все хорошо. Ну, лучше, чем когда-либо за долгий промежуток времени. Оставишь запись трансляции в институте? Да. Будет ли клип на неславных парней? Нет. Песни смотивировали не убивать себя. Это тоже очень. Очень хорошее. Если вот тут... Вот задумайтесь, если у кого-то нет цели в жизни, подумайте о цели не убивать себя. Рики, почему ты стал так молодо выглядеть? Ой, ой, ой. Да ладно, да что ты? Ой. Ой, засмущал меня. Блядь, не дочитал там какая-то... Раньше какой-то старенький был. Что ты употребляешь? Таблетки Бенджамин Баттон употребляю. Рекламирую сейчас вот их прям. Блядь. Таких нет, если что. С кем на ринге пиздился? Ну, с кем я пиздился, тот в курсе. Какой красивый мужчина. О, Райт Раун, этот... Давайте я у вас лайф сделаю. Вы только что тут вспоминали, как раз в трансе. Давайте я у вас лайф сделаю. И я, мне кажется, готов лишить себя радиодевственности. Если все еще есть жилах и какое-то интервью со мной сделать, я готов дать интервью. Ну, только похоронил, не тебе. Ты же мстителей заспойлерил, еблан! Рики, давай будь амбассадором таблеток. Бля, вот это была бы стильная тема. Амбассадором таблеток каких-нибудь будет. Ну, давайте лет через 20. А, я уже сдохнуто. Через 10. Так. Ну, короче. В общем, все. Закончились какие-то рекомендую таблетки. New Life. Вот, блин, нет. Короче. Все. Я вас всех очень люблю. Сухой остаток, кто пропустил начало. Клип завтра-послезавтра. Концерты в субботу и в пятницу в Москве и в Питере, соответственно. Альбом вышел у Игоря. Обязательно послушайте. И еще я вас всех очень сильно люблю. Я очень скучал. Давайте разъебывать. Все. Давайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok